Приветствую! Уже давно ни для кого не секрет, что одним из способов выезда из Украины во время военного положения является фиктивный брак. Схема работает просто. Вы находите женщину, у которой есть инвалидность, либо у которой родители имеют инвалидность первой либо второй группы, вступаете с этой женщиной в брак и при наличии соответствующих документов в соответствии с правилами пересечения госграницы вы можете выехать из Украины. И мы неоднократно видели с вами такие публикации на сайте ДПСУ, на их телеграм-каналах, где они говорили, что вот мол, ехал очередной мастер, у которого жена была на 20 лет старше и мы его не пропустили. Конечно, всегда такие сообщения вызывают волну возмущений, мол, а почему вы не пропустили, мол, у вас же все равно нет доказательств того, что это фиктивный брак. Но здесь на самом деле доказательства, как правило, есть. Почему? Потому что в тех случаях, когда ДПСУ сомневается в реальности брака, они могут пригласить людей на беседу, развести их по разным комнатам и там эти люди уже сознаются, что брак все-таки фиктивный. Как, кстати, и было вот в этой истории, где там жена была на 20 лет старше, да, и она рассказала, что она там получила 8000 гривен за это все. К чему я веду? К тому, что кажущаяся простой схема может привести даже к уголовной ответственности. И сейчас мы с вами посмотрим реальную историю, реальное событие, да, информация о котором опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Ну а перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть Телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем на Ютуб-канале. Там я также отвечаю в комментариях. Ссылочка на Телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь посмотрим, что говорит Генеральная прокуратура. На сайте Офиса Генерального прокурора есть вот такая новость, что фиктивный шлюб за 270 тысяч гривен. И вот если почитать, да, то мы увидим, что женщины запропоновали призывнику укласти фиктивный шлюб с одной из них, а саме 30-летняя подозрювана, яка мае инвалидность другой группы. За их задумов, человек мав выехать с своей обраницей за кордон у якости сопроводжующего. Свои послухи, винахидливые мешканки города Константиновка оценили у 270 тысяч гривен. То есть то, о чем мы говорили, да, вступил в брак для того, чтобы выехать из Украины. Но, но, здесь что-то пошло не так, и при том, что они ему обещали, что они мают вплыв на спевробитника одного, звидели в державной регистрации актов цивильного стану, что быстренько сейчас все оформим, поженями и все такое. Что сделал этот добросовестный гражданин? Он сделал следующее. После отримания пропозиции, человек вернулся к правоохоронцам и после этого, 24 липня 1923 года, уклавши так называемый шлюб и отримавши свидетельство, он передал подозрюваним об умовленную сумму, после чего двух женщин затримали полицейский. Короче, сдал, да, как это мы привыкли называть. Хотя, по сути, да, человек сообщил о такой вот существующей схеме вывоза военно обязанных из Украины. И, конечно же, дальше что? Дальше им подозрения, и мы вот можем посмотреть, что им поведомлено пидозру в организации незаконного переправления осіб через державный кордон Украины, и двум из них еще у зловживаний вплывом. И, конечно, нас в первую очередь будет интересовать вот эта статья 332 Уголовного кодекса Украины, и ее мы сейчас и посмотрим. Вот эта статья, и мы видим, что здесь предусмотрено наказание за незаконное переправление осіб через державный кордон Украины, организацию незаконного переправления осіб через державный кордон Украины, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. Ну а данным женщинам, да, подозрение было объявлено по части 3-й, 332-й статьи. Здесь мы видим, что дії, предбачені частиною першою або другою цією статьи, вчинені організованою групою або скорисливых мотивів. И здесь, смотрите, срок от 7 до 9 лет им грозит. Вдумайтесь за вот такую простую, казалось бы, простую вещь от 7 до 9 лет. Еще раз обращаю ваше внимание, что данная статья предусматривает наказание и предусматривает такое уголовное преследование не того человека, который хочет выехать из Украины, а того человека, который занимается организацией незаконного выезда из Украины. И вот здесь я хочу обратиться в первую очередь к девушкам, которые думают о том, что вот с помощью того, что у них есть оформленная инвалидность, можно заработать. Вот мы видим на примере, причем это же не один пример, да, таких примеров на самом деле уже много, когда люди там дают объявление о том, что я лицо с инвалидностью, вот могу выйти замуж, дайте мне денег за это. Посмотрите, что в этом случае вы можете получить. Вы можете получить вместо денег уголовную ответственность. И как мы с вами видели, срок начинается с 7 лет. То есть если будет доказано, что вы это делали из корыстных побуждений, а как бы доказать это будет несложно, да, потому что вот как мы знаем, там объявления же публикуют, что за деньги выйду замуж, то от 7 лет. Подумайте об этом очень хорошо, потому что то, что, казалось бы, легкий способ заработка, да, может превратиться, ну, в испорченную, по сути, жизнь. Для тех, кто ищет способы выезда, у меня на канале есть масса видео, где я разбираю, по сути, наиболее популярные способы выезда, те способы выезда, которые предусмотрены правилами пересечения госграницы. Я подробно рассказываю, как выехать мужчине во время военного положения, в каких случаях, какие документы нужны. Используйте эти видео, там полная есть информация, и вы сможете выехать на законных основаниях, там, не через лес, не попадаясь на мошенников, не ставя себя под угрозу уголовной ответственности. Все эти видео есть на моем канале. Я думаю, что на этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.